Болезни уха, горла и носа можно отнести к наиболее часто встречающимся. И по статистике 60% пациентов, которые обращаются к доктору, обращаются именно с этой проблемой. Сами по себе лор болезни не несут угрозы для жизни человека, чего не скажешь об их осложнениях. Вот как не довести до этого, обо всем об этом поговорим в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Спонсор программы «Звоните доктору» Самарский диагностический центр. Это программа «Звоните доктору». Знакомьтесь, пожалуйста, дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи. Наталья Баталова, врач от Арина Ларинголог Самарского диагностического центра, оперирующий лор, врач высшей квалификационной категории. Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Петровна, наверное, было бы смешно предположить, что кто-то из зрителей может не знать, что такое лорорганы, но на всякий случай вдруг один человек все-таки такой найдется. Давайте для начала их назовем. Лорорганы – это ухо, горло и нос. То есть другое просто народное название – врач ухо, горло, нос. Все очень просто и, как говорится, я не думаю, что кто-то об этом не знает. Да, если бы у вас сейчас был вот ваш рефлектор, да, прибор, то сразу бы все поняли, какой врач у нас сегодня консультирует. Ну и еще хотела уточнить. Лорорганы связаны между собой? Если заболевает один, обязательно ли заболеет другой? Именно поэтому эта специальность и образовалась. Имеется прямая связь между ухом, горлом, ухом, носом, горлом и гортанью. То есть это взаимосвязанные органы, и от состояния одного зависит состояние другого. Поэтому, как правило, если мы, например, лечим ухо, а назначаем средства в нос, здесь ничего удивительного нет, это действительно все взаимосвязано. Да, то, наверное, иногда пациенты удивляются. На самом деле уезжают. Уши не болят, зачем мне капли. Хорошо. Каковы основные направления работы лор-врачей в вашем диагностическом центре? Ну, в нашем диагностическом центре, как и в другом диагностическом лечебном центре, то есть это амбулаторно-поликлинический прием в первую очередь. То есть прием пациентов по поводу широкого спектра заболеваний уха, горла и носа, как острого и хронического характера. Второе – это лечебно-диагностические мероприятия. То есть наши отоларингологи владеют полным объемом всех манипуляций, которые применяются в лечении и в диагностике заболеваний лор-органов. Это оценка и демонстрация пациенту данных компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, составление совместного плана лечения. И, как говорится, по результатам мы уже решаем, мы лечим пациента консервативно или при помощи хирургии. Третье – это хирургическое лечение. К счастью, в нашем диагностическом центре есть отдел хирургических вмешательств, где мы выполняем операции на лор-органах, начиная от простых удаления разного рода новообразования до уже более серьезных. Это функциональная эндоскопическая синусохирургия. Ну вот я уже назвала вначале, что вы оперирующий лор, поэтому, наверное, многие поняли, что у вас есть хирургическое отделение. И обобщая то, что вы сейчас сказали, несмотря на то, что название – диагностический центр, вы не просто диагностируете заболевание, но еще и помогаете человеку решить проблему. Конечно. Раньше это был диагностический центр, сейчас у нас вовсю расширяются возможности и спектр оказания услуг, то есть вплоть до хирургического лечения под наркозом. То есть выполняются докторами довольно серьезные операции, которые, в общем-то, невозможно привести в амбулаторных условиях. Для этого у нас существует и круглосуточный стационар. Ну, я думаю, сейчас мы еще поговорим позднее про операции. И, насколько я поняла, у вас серьезная диагностическая база в плане оборудования. Конечно. То есть все можно будет в одном месте, вы никуда не отправляете на дообследование. Конечно, да, все в одном месте. В этом преимущество нашего диагностического центра, что не нужно, как говорится, бегать по городу, сдавать один анализ в одной клинике, другое обследование в другой клинике. У нас все под одной крышей. Ну, а как проходит вот первый прием? Например, человек пришел к вам на первичную консультацию, и что будет? Ну, первый прием, то есть первонаперво мы выясняем, какие жалобы. Какие жалобы на день обращения, что побудило пациента обратиться. Какие были жалобы накануне обращения, за некоторое время до обращения к нам. Дело в том, что некоторые пациенты уже проходят и курсы лечения, прежде чем к нам обратиться. То есть мы выясняем все то, что предшествовало приему. То есть куда обращался, чем лечился, какие были результаты. То есть это входит в опрос. То есть опрос жалобы и опрос состояния предшествующих приема. Дальше у нас идет оценка предоставленных пациентам данных обследования. Это лабораторные обследования, то есть различные анализы, которые они нам предоставляют. Это данные рентгенологического исследования, просто рентгеновские снимки, КТ, МРТ. То есть все это дает нам необходимую информацию для того, чтобы мы уже понимали, с чем пациент пришел и какие наши дальнейшие действия. Далее идет осмотр. Осмотр уха, горла и носа. То есть он идет у нас с источником света. Мы проводим различные пробы для уточнения каких-то моментов. И, соответственно, уже потом начинаем планировать план до обследования, если он нужен, или план лечения, если у пациента все обследования есть на руках. Также мы оцениваем трудоспособность пациента. То есть, что немаловажно, мы можем открыть лист нетрудоспособности, если пациент в этом нуждается. Ну, хочу особое внимание обратить на то, что у нас есть видеоэндоскопия. Видеэндоскопический метод исследования – это исследование, без которого мы сейчас плохо себе представляем работу вообще лор-врача. Дело в том, что у нас есть такие органы, которые при простом осмотре с помощью источника света просто не видно. Например, вот есть такой орган носоглотка, который находится за полостью носа, и обследуя пациента просто с помощью источника света, мы можем только предполагать наличие тех или иных заболеваний. Когда мы проводим эндоскопическое исследование, то есть камера непосредственно вводится в полость носоглотки, то есть здесь идет многократное увеличение. Мы можем пропальпировать зонда под контролем оптики, то или иного образования, то есть определить его плотность, мы видим поверхность, какая у него, и, соответственно, уже поставить более точный диагноз. Это имеет особенно важное значение в диагностике различных новообразований носоглотки, которые, как правило, имеют очень такой агрессивный и злокачественный характер, и иногда это помогает спасти жизнь пациенту. Или, например, осмотр гортани. У нас в настоящее время, к сожалению, рак гортани – заболевание, которое очень актуально и очень часто встречается. При осмотре, при помощи обычного зеркальца мы не можем рассмотреть все нюансы, а когда мы проводим видеоэндоскопию гортани, то есть там тоже идет многократное увеличение, там идет угол, который позволяет увидеть так называемые слепые зоны, и самое главное, при подозрении на новообразование мы многократно эту зону увеличиваем и выявляем в том числе и рак на самых ранних стадиях. Как известно, эти заболевания, чем раньше выявлены, тем лучше результат. Насколько эти исследования болезненные для пациента? Нет, абсолютно не болезненные. То есть эндоскопию носоглотки мы иногда проводим вообще без анестедии детям или пациентам, которые очень-очень волнуются, мы, конечно, смазываем анестетиками. Гортань тоже выключаем просто роботные рефлексы для того, чтобы вот эти наши физиологические позывы не мешали нам смотреть. И все. То есть абсолютно безболезненные манипуляции. Трудно удержаться, чтобы не сказать банальность, например, до чего дошел прогресс. Но правда, то, что вы сейчас назвали, это вообще впечатляет, конечно. Наталья Петровна, вот сейчас лето. Не могу не спросить вас о всяких таких летних мелочах. Хотя любая мелочь, как известно, может потом перейти в что-то более серьезное. Но вот многие, конечно же, купаются, загорают. И насколько вот тревожными стоит быть в это время? Например, ну надо ли бежать к врачу сразу же, если заложено ухо? Или предположить, может, что туда просто попала вода? Или, ну вот что-то аналогичное? Много таких всяких ощущений у нас бывает, связанных с летним отдыхом? Конечно. У нас, мы лето называем сезоном ушей. То есть, как правило, все проблемы, которых практически нет в зимнее время, летом у нас, ну, с геометрической прогрессией увеличивается. То есть, ну, первая проблема – это цветение, насекомые, то есть заползание различных насекомых в наружный слуховой проход. Это повод для, ну, такого очень частого обращения к лор-врачу. Правда? Почему? Значит, смотрите, насекомое заползает в слуховой проход, пытается оттуда выбраться, но этого сделать не может. Пытается освободиться из плена, начинает усиленно раздражать барабанную перепонку. Ужас. Для пациента это очень тяжелое испытание, потому что действительно в ухе все шумит, все чешется, кто-то там прыгает, кто-то там жужжит. То есть это, на самом деле, очень неприятное ощущение. И в этом случае, естественно, нужно в первую очередь бежать к отоларингологу для того, чтобы это насекомое удалить. Конечно, оно там может успокоиться, как говорится, погибнуть даже и лежать себе. Но если вы понимаете, что этот эпизод был, и есть у вас подозрение, что насекомые у вас в наружном слуховом проходе, обязательно нужно убрать его. Дело в том, что при попытке выйти из уха, вылететь из уха, идет травматизация кожи. Травматизация кожи может быть присоединение вторичной инфекции и воспаление уха. Поэтому ни в коем случае не надо успокаиваться, если, например, в ухе все затихло. Даже если оно и выползло, нужно обязательно прийти и убедиться, что его там нет. Вторая причина... Извините, и самим не пытаться его достать. А вы не сможете самостоятельно это сделать? Нет, вы не сможете самостоятельно это сделать, потому что это обязательно нужно смотреть глазом, где оно находится, насколько оно зафиксировано. Дело в том, что костный отдел слухового прохода – это более глубокая, но она же и более узкая часть. И бывает так, что насекомое туда вклинивается, и категорически его невозможно просто так оттуда вытащить. Понятно, если его видно, там можно как-то пинцетиком подцепить, но если оно в глубоких отделах, то даже не пытаться, потому что это все приведет к лишней травматизации слухового прохода. А другая причина – это попадание воды. То есть при купаниях, то есть попадание воды при наличии серных масс в слуховом проходе – это серная пробка, которая под воздействием воды разбухает, закупоривает слуховой проход. У пациента опять паника, что он ничего не слышит. То есть в этом случае тоже нужно обязательно идти к отоларингологу для того, чтобы он аккуратно, безболезненно и безопасно это удалил. И третье – нам часто с морей привозят посттравматические наружные атиты. То есть дело в том, что при купаниях, то есть инфицированной водой, когда под давлением вода попадает в ухо, то здесь идет инфицирование кожи наружного слухового прохода. То есть присоединение вторичной, присоединение патологической флоры, которая всегда присутствует в водоемах, и развитие наружного атита. То есть наружный атит, воспаление кожи слухового прохода – это боль, это воспаление, это отек, это иногда повышение температуры. И в этом случае иногда даже прибегать приходится к лечению при помощи антибиотиков. То есть настолько серьезно может быть воспаление. Вот. И еще про одно скажу. То есть крайне осторожно нужно быть пациентом, у которых есть в анамнезе перфорация барабанной перегонки. То есть вот эта вещь, ну, из всего, что я перечислила, является наиболее серьезной, потому что попадание инфицированной воды – это стопроцентное обострение хронического гнойного атита. И, как правило, долгое лечение, и хорошо, если оно, как говорится, пройдет без осложнений. Ну, а как здесь подстраховаться? Затыкать уши тампонами, что делать? Ну, затыкать уши можно, когда мы просто моемся, принимая водные процедуры. Там беруши, кстати, особо не помогают. То есть плотный комочек ваты. Иногда его рекомендуют пропитать каким-то маслянистым веществом, типа вазелина, для того, чтобы вода не проникала. А в плане пациентов с хроническим как раз гнойным средним атитом, ну, рекомендация вообще – не нырять, стараться не погружаться с головой под воду. То есть это основная рекомендация. Всякое бывает, конечно, игры, там какие-то случайные попадания воды, но стараться все-таки этого избегать. Вот летом мы готовимся все быть здоровыми, а у лор-врачей оказывается горячая пора. Самая горячая пора, да, на самом деле, да. Если вы опоздали к началу программы, хочу напомнить, что сегодня у нас в студии врач от Арины Ларинголог Самарского диагностического центра Наталья Баталова, оперирующий лор, врач высшей эквалификационной категории. И мы говорим сегодня, ну, естественно, о болезнях лор-органов. Уже какое-то мнение я составила из того, что вы говорили раньше, но тем не менее, а вот какие новые технологии появились в от Арины Ларингологии в последние годы? Ну, и появились ли они? Наверное же, да. Я работаю от Арины Ларингологом уже 30 лет, и, как говорится, мне есть с чем сравнивать. То есть тот уровень от Арины Ларингологии, который был, когда я только начала работать, и сейчас, конечно, это две абсолютно разные вещи. У нас в настоящее время очень широко и бурно, и интенсивно развивается эндоскопическая хирургия носа, развивается микрохирургия уха, гортани. И вот в федеральных центрах, ну, в разных федеральных центрах по нашей России есть, вернее, заявляется уже о таких операциях, про которые мы раньше говорили, что этого в принципе не может быть. То есть такое есть. Сейчас какие-то чудеса выполняют оталарингологи. Значит, сейчас очень часто работают оталарингологи совместно с нейрохирургами, то есть помогая им лечить нейрохирургическую патологию с онкологами, с челюстно-лицевыми хирургами. То есть это области тоже считаются смежными, и, как говорится, обеспечение доступа к очень сложным областям, например, в основании черепа, боковые части ловных, кленовидных пазухов. Причём это делается всё эндоскопически, через нос, через маленькие дырочки. То есть действительно сейчас это, можно сказать, область фантастики, но на самом деле это есть, и это существует. И, как говорится, на конференциях нам всё это демонстрирует, и мы действительно удивляемся, насколько у нас сейчас развивается оталарингология. В плане микрохирургии, то есть у нас полость среднего уха – это один кубический сантиметр. То есть представляете, насколько мала эта полость, и насколько там много очень важных анатомических образований. Так вот хирургия под контролем мощных и современных хирургических микроскопов позволяет всё сделать очень аккуратно, не повредив важные органы. На самом деле там такой уровень, миллиметр вправо и миллиметр влево – это уже могут быть серьёзные осложнения, которые могут как бы и инвалидизировать пациента на всю жизнь. То есть это действительно очень серьёзная хирургия, которая помогает пациентам и лучше слышать, и избавиться от хронических заболеваний среднего уха. То есть спектр этих операций очень большой. В плане гортания, ну вот раньше тоже, опять же, возвращаясь к тому, когда я начинала работать, то есть операции на гортани в плане удаления патологических новообразований делались под местной анестезией, под контролем просто зеркальца, непрямая ларингоскопия. То есть представляете, какое расстояние, там не меньше 15-10-15 сантиметров, и, как говорится, практически вслепую эти новообразования удалялись, и, естественно, повреждалась здоровая ткань, и зачастую после таких операций человек оставался с охриплостью на всю жизнь. Сейчас у нас, в том числе и в Самаре, проводятся такие операции в виде эндохирургии гортани, микроскопической эндохирургии гортани, когда вводится специальный тубус в просвет гортани, и под контролем микроскопа, аккуратненько, при помощи микроинструментария, под контролем операционного микроскопа, то есть удаляются только патологические участки, происходит полное заживление, полное выравнивание голосовых складок, и человек, как правило, после заживления имеет абсолютно чистый, звонкий, хороший, прекрасный голос. Я согласна с вами, что фантастика. Ну, собственно, мы очень рады, что хирургия развивается, и действительно, даже если то, что мы не можем предложить сами, есть возможность направить пациента в федеральные центры и, как говорится, помочь им вот в плане лечения заболеваний. Да, еще один аспект, это есть сейчас на стадии изучения и внедрения в широкую практику, это биологическая терапия, моноклональные антитела в лечении полипозного риносинусита. То есть такая формулировка сложная, но на самом деле пациенты с полипозным риносинуситом за всю свою жизнь иногда переносит до десятка и более операций. Дело в том, что это такое заболевание, при котором полипозная ткань постоянно разрастается. И в полости пазух, и в полости носа. В полости носа, когда эта ткань разрастается, она блокирует носовое дыхание, человек не чувствует запах, не дышит носом. То есть это довольно неприятное заболевание, и которое очень ухудшает качество жизни пациентов. Так вот сейчас вот эта терапия, которая внедряется, позволяет консервативно путем введения этого препарата либо вообще отказаться от проведения этих операций, либо максимально сократить эти операции. То есть это действительно новшество, это действительно очень такой, как сказать, ну понятно, да, дело, или мы делаем операцию, или мы делаем просто инъекцию. То есть разница большая. А результат один и тот же. Конечно. Наталья Петровна, я посмотрела на сайте центра, я увидела, что вы прошли обучение функциональной эндоскопической диагностики, хирургии точнее. Да, правильно. Ну раз прошли, очевидно, применяете уже на практике. Можете рассказать, как это у вас проходит? Функциональная эндоскопическая хирургия носа и околоносовых пазух – это международное название ФЭС. ФЭС, да. ФЭС. То есть это современный метод лечения заболеваний носа и пазух путем проведения малоинвазивного аккуратного вмешательства под контролем видеоэндоскопической техники при помощи микроинструментария. Суть в физиологичном, в физиологичности. То есть функциональное, слово функциональное, вот название этого метода как раз и указывает, что мы восстанавливаем нормальную физиологию. То есть максимально сохраняем слизистую оболочку, расширяем соусти около носовых пазух, для того, чтобы пазухи могли освобождаться от, например, патологической слизи, или чтобы туда свободно проникал воздух. При помощи вот этой хирургии можно устранить такие проблемы, как затруднение носового дыхания, хроническая патология пазух, удаление новообразования, удаление различного рода сужений. То есть это всё делается под контролем оптики, и на самом деле постоперационные изменения слизистой оболочки здесь практически отсутствуют. ФЭС — это метод, этот метод, а название операции уже зависит от того, какой объём и какая цель у данной операции. То есть либо удаление новообразования, либо расширение соусти, либо вскрытие каких-то пазух, то есть от этого зависит название операции. Ну, без функциональной эндоскопической риносинус-хирургии сейчас мы плохо представляем вообще хирургию носа, потому что, опять же, вот я, может быть, вернусь к области, к началу разговора, когда я рассказывала про виде эндоскопии носоглотки. То есть на самом деле на глубине 6-8 сантиметров при помощи просто источника света практически невозможно что-то сделать. Здесь непосредственно под контролем камеры то есть идёт аккуратное и щадящее для здоровых тканей удаление, например, новообразования или вскрытие пазов. В диагностическом центре у нас, к счастью, всё это есть. То есть есть у нас оборудование шторс, есть у нас оптика, есть у нас большие мониторы, многократное увеличение, и есть необходимые инструментарии. Ну а вот тогда сразу же здесь спрошу, в чём вообще, как вы считаете, преимущество именно вашего диагностического центра? Понятно, что вы человек, который в нём работаете. Ну я на самом деле счастлива, что я в нём работаю, потому что это, ну первое, это многопрофильный центр. То есть эта фраза о многом говорит, как говорится, все в одном месте. Это у нас более десятков специалистов, причём опытных специалистов, которые проводят амбулаторно-поликлинический приём. Это возможности обследования. То есть обследование, включая рентгенологическое исследование, компьютерная томография, магнитно-резонансная терапия. У нас большое отделение функциональной диагностики. У нас своя лаборатория, включая и морфологическое исследование, то есть гистологическое исследование тканей. Это возможность лечения и амбулаторно, и стационарно. У нас есть отдел хирургических вмешательств, в котором оперируют не только отоларингологи, но и хирурги, проктологи, урологи, гинекологи, пластические хирурги. Причём данные операции мы можем выполнять и по направлению ОМС. То есть для пациента бесплатно. Пациент приносит направление из поликлиники по месту жительства, и мы его можем записать на очередь и прооперировать. Ну, естественно, только после консультации нашего специалиста, нашего диагностического центра. Также большим плюсом является то, что в центре функционируют реанимационные службы. То есть центр большой, ситуации бывают разные. Иногда пациент нуждается в неотложной помощи. То есть круглосуточная реанимационная бригада может оказать помощь в том числе и в условиях палаты интенсивности. То есть это очень большой плюс для любого центра. Мне кажется, пора менять название. Это уже настоящая медицинская клиника с таким ресурсом. Хочу ещё раз вернуться к операциям, о которых мы с вами говорили. А делают ли в центре, вот вы конкретно делаете ли сложные операции, ну, например, по исправлению носовой перегородки? Конечно, да, эти операции мы делаем. То есть помимо коррекции перегородки носа мы делаем и вскрытие эндоскопических пазух, то есть эндоскопическое вскрытие околонцевых пазух. Это тоже относится к разряду сложных операций. То есть, ну, наряду с этим удаление новообразования, расширение просвета носа, то есть различные операции при помощи радиолуновой аппаратуры. То есть, конечно, весь этот спектр делаем. И самое главное, что всё оборудование, весь инструментарий для этого у нас есть. А теперь, может быть, не такая глобальная, но очень распространённая проблема. Даже среди моих знакомых много людей, которые страдают от этого и носят постоянно с собой в сумочке капли от насморка. То есть это, насколько я понимаю, уже такая зависимость. И можно ли помочь от этой зависимости избавиться? Конечно. Значит, зависимость от сосудосуживающих капель или так называемая нафтезиновая зависимость имеет под собой очень-очень много причин. И, к сожалению, вот такого волшебного там совета или волшебного средства, что я вот могу вам сказать сейчас, и всё пройдёт, и будет вам счастья, такого не будет. Значит, причин очень много. Первое – это вазомоторный ренит. То есть это нарушение нервной регуляции сосудов, которые находятся в толще нижних носовых раковин. В норме носовые раковины у нас постоянно меняют свой размер. То есть они адекватно реагируют на раздражители в виде температуры, влажности. То есть то они увеличиваются, то они уменьшаются. То есть это адекватная нормальная реакция слизистой оболочки носа, ну, для того, чтобы нос нормально функционировал. При патологии эта регуляция нарушается. И в результате носовые раковины отекают в ответ на какие-то неадекватные раздражители или идёт какая-то гиперреакция на обычный раздражитель. В результате этого носовые раковины становятся большими, нос закрывается, и что в этом случае делает пациент? То есть он берёт сосудосуживающие средства. Значит, сосудосуживающие средства поначалу, да, конечно, помогают. Всё хорошо, прекрасно. Закапали, нос открылся, нос дышит. Всё хорошо. Положу-ка я его в сумочку, как вы сказали, да. Но, к сожалению, со временем увеличивается потребность в чистоте приёма. То есть когда один-два раза в день мы можем капать, а со временем мы можем перейти на пять и на шесть раз в день. Потом со временем даже эта доза капель, которые, несомненно, имеют побочные, много побочных эффектов. Самое простое – это повышение артериального давления. То есть закапывание большого количества капель уже может не приводить вообще к результату. И, соответственно, здесь уже нужно решать вопрос, в том числе и хирургическим путём. Вторая, наиболее частая проблема – это воспалительные изменения в околоносовых пазухах. То есть пазухи, которые воспалены, это может быть любой процесс, и аллергический, и гнойный, и полипозный. В результате воспаления в пазухах отекает слизистая оболочка носа. Отекает слизистая оболочка носа, нос не дышит, и пациенты опять начинают капать в нос, не выясняя причины. Третья причина – это наличие патологической анатомии в полости носа. То есть когда у нас вот есть искривление перегородочки носа, есть какие-то гипертрофии и нижних, и средних носовых раковин, есть сужение, атрофия, есть отрезия, есть новообразование в носоглотке, которые могут препятствовать носовому дыханию. И опять же возвращаюсь к тому, что пациент, не выясняя причину, самое простое и легкое средство – купить капельки в аптеке и закапать в нос. Во всех случаях затруднение носового дыхания – это симптом. Этот симптом нужно выяснить причину. Поэтому пациент, естественно, должен обратиться, обследоваться, если необходимо, выяснить, почему, то есть ответить на главный вопрос – почему не дышит нос. Почему это случилось? Да, ответили на вопрос – все, есть варианты решения. Это или консервативное, или хирургическое лечение. Наталья Петровна, я вас благодарю за этот разговор. Мне кажется, что на базе того, что вы сказали, можно легко сделать выводы о том, вообще, как себя вести для того, чтобы свои уши, нос и горло сохранить здоровыми. Ну, а если такое уж не получается, тогда все-таки идти к вам, и вы поможете справиться с проблемой. Конечно. Благодарю вас. Мы прощаемся с нашими зрителями. Увидимся ровно через неделю. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!